МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сквозь время". Привет, друзья! С вами Лиза Азия. И сегодня мы принесёмся сквозь время с Акмалем. Привет! Рады тебя. Приветствую. Взаимно. В начале нашей программы мы делаем остановку в твоём детстве. Расскажи, как и где оно у тебя проходило? Где только не проходило моё детство. Родился я в Туркменистане, потом переехал в Узбекистан. Преимущественно всё моё детство осознанное прошло как раз-таки в Ташкенте. Первые друзья, первые воспоминания, которые у меня остались на сегодняшний день, это всё там. Каким ты был ребёнком? Проблематичным. Я часто дрался, честно скажу. Я часто пел. Я был очень творческим. Мне всегда нужно было что-то придумывать. Мне всегда нужно было откуда-то черпать какие-то эмоции, которых мне не хватает, как правило. Я всегда танцевал, я всегда там пританцовывал, всегда что-то набивал. Я танцевал абсолютно под всё, что... Ну, у меня не было наушников. Если мы говорим прямо про раннее детство, у меня не было никаких наушников, своего телефона. Поэтому я просто танцевал под любую музыку, которую слышал на улицах, либо где-то. Кто из членов семьи дал тебе больше всего советов? Насчёт советов у нас всегда папа. Ну и брат у меня повзрослел, скажем так. У него недавно родился ребёнок, и он тоже помудрил в какой-то степени. Поэтому с ним я тоже очень часто в последнее время советуюсь. Но в основном по советам у нас, конечно, отец. То есть ему больше всего советов? Да. Мама у меня так, поддержать морально, духом. У нас, наверное, у каждого есть история из детства, за которую, может быть, немножко стыдно. Или которая до сих пор смешит. Есть ли у тебя такая история? Их очень много, на самом деле. Я сейчас так прям не вспомню. Не скажу, что прям стыдно. Была одна ситуация. Мне в каком-то третьем, что ли, классе очень нравилась одна девочка. И я помню, что я вызвался её проводить после школы домой. Хотя за нами за всеми приходили родители тогда. Потому что мы все жили далеко от школы. И я помню, я шёл... Я говорю, можно я тебя провожу до дома со школы после уроков? Она говорит, наверное, нет, потому что за мной придёт мама. Как сейчас помню. Хотя мы были прям маленькими. Я говорю, ну ладно, пойдём втроём. Я вместе с твоей мамой и ты. И я помню, мы просто шли. Мы, по-моему, просто молча шли и ничего не говорили. Это было так неловко. Но, пожалуй, это из такого, скажем так, нелепого единственное, что я сейчас могу вспомнить. Ну, то есть такое самое... Ну, больше нет такого прям запоминающегося. Да, и так у нас ничего не получилось с этой девочкой, конечно. Это моя такая... Представления о любви остались после неё. Первое какое-то чувство, когда я подумал... Когда я ощутил, что такое, когда тебе может нравиться другой человек. Ну, а мы перемещаемся в настоящее. И теперь поговорим про твоё творчество. Так. Недавно в соцсетях ты показал одну из демок, которая может выйти в ближайшее время. Расскажи, сколько у тебя таких демок и насколько долго у тебя может лежать песня и не выпускаться? Демок у меня действительно очень много, и в этих демках есть некая иерархия. Есть демки, которые я прям сильно в них не верю, и они у меня просто лежат в телефоне. Это какие-то стихи, и в голове у меня остаются к ним наброски музыкальные. Вторая степень моих демок — это когда я начинаю чуть-чуть верить в эти демки и записываю уже на диктофон под клавиши, как она должна звучать. Вдруг там когда-то что-то у меня получится её записать. И третья иерархия демок — это действительно те демки, которые я планирую выпустить, и их я записываю на студии. Поэтому вот та демка, она находится посередке пока что. Пока что я думаю. Помимо музыки, ты ещё увлекаешься поэзией. Есть ли у тебя любимый поэт? И если есть любимое стихотворение, можешь зачитать? Что касается стихов, мне нравится очень Амархайям, и мне очень нравится Расул Гамзатов. То, как он описывает природу, в частности, горы, это, конечно, вообще волшебство. Не скажу, что человек, который читает, становится умнее, он становится, может быть, чуть эрудированным. Какие-то появляются новые слова, которыми ты можешь воспользоваться в быту. И появляется возможность поддержать любой диалог в обществе. Это тоже немаловажно. У тебя невероятный голос. Спасибо. Расскажи, как ты над ним работаешь, чтобы держать в тонусе? Честно, никак. Ну, это плохо, на самом деле, что я над ним не работаю. Я вот смотрю на своих коллег, некоторые там до сих пор распеваются перед каждым выходом на сцену. Кто-то вообще к педагогу ходит. Честно скажу, ненавижу ходить к педагогу по вокалу. Мне кажется, самая бестолковая профессия быть педагогом по вокалу. Потому что это настолько все индивидуально, что педагог все равно будет учить всегда так, как он умеет, но не так, как нужно тебе. Потому что тембры у нас у каждого абсолютно индивидуальны, абсолютно разные. Это как отпечатки пальцев, они все абсолютно разные. Поэтому если учиться, то только самообучение вокалу. Ставишь телефон, что-то поешь, потом пересматриваешь и вот так вот усовершенствуешься, пока тебе не понравится полностью от А до Я это видео. Когда-то у меня были проблемы со связками. Там, да, там пришлось попотеть. Я ходил полгода на вливание, вот эти вот лекарства, мне капали всякое разное. Вот, из, скажем так, вмешательств каких-либо, только вот это. У тебя много концертов и гастролей. Слава богу. Скажи, от какого концерта ты получил больше всего эмоций? Первое, что пришло мне в голову, это концерт в Новосибирске из моего осеннего тура. У нас там был солд-аут, и я очень был удивлен, что меня в Сибири так любят, так ждут. Вот, мы выбрали очень, как оказалось, маленькую площадку, потому что билеты раскупили буквально за две недели. Учитывая, что это был первый концерт, я был очень рад видеть своих слушателей и был очень рад видеть преимущественно большинство, скажем так, взрослых людей, которые знали абсолютно все мои песни. А в каком творческом амплуат ты бы хотел себя еще попробовать, может, там, сняться в кино? В творческом? Дизайнер считается творческим амплуатом? Думаю, да. Я тоже думаю, что да. Вот я бы хотел что-нибудь свое изобрести. Ну, то есть что-то вот новое. Что-то шить, может быть, что-то придумать в сфере фэшн-индустрии. Сквозь время Наш искусственный интеллект подготовил для тебя блиц-опрос, который позволит нам узнать тебя еще лучше. Ну, давайте попробуем. Готов? Да. Поваляться в субботу на диване или пойти на дискотеку с друзьями? Поваляться на диване. Да. Отдохнуть в живописной тихой деревеньке или в красивом и шумном мегаполисе? Скорее в деревеньке. Сейчас именно этого не хватает. Приготовить блюдо самому или заказать доставку? Если мы говорим про ту субботу, когда я валяюсь на диване, то приготовлю, пожалуй, сам. Сталкивался с неадекватными фанатами в жизни или в сети? В сети бывали случаи, а в жизни, слава богу, пока не доводилось. С кем из знаменитостей ты дружишь? Я со всеми дружу по чуть-чуть. У меня нет врагов, слава богу. Поэтому больше всего дружу с Юлианой Карауловой. Какую свою мечту ты уже исполнил? Купил машину. Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? Верю. Веришь? У тебя было такое? Да, сидит моя девушка. У меня до нее вообще не было отношений никаких. Вот она у меня единственная. Как я ее увидел, сразу вот... Меня часто спрашивают, были ли у меня отношения до. Нет, ни одних отношений у меня не было. Если бы у тебя была машина времени, то в какой год ты бы вернулся и что бы ты исправил? Ой, вот эта вот игра со временем, это вообще страшная штука. Я бы, наверное, не возвращался ни в какое время. Хотя нет, я бы вернулся на два с половиной года назад и, наверное, чуть ответственно я подошел к некоторым моментам, которые сейчас... Если уж нам дано исправить какие-то ошибки в прошлом, почему бы и нет? Наверное, я бы исправил, потому что на сегодняшний день эти ошибки вызывают большое количество вопросов и возникают проблемы. Поговорим о будущем. Вот это я люблю. Наш традиционный вопрос. Кем ты видишь себя через 10 лет? Я вижу себя достойным артистом, хорошим отцом своих детей, хорошим мужем, хорошим сыном для своих родителей, хорошим братом, хорошим дядей. Боже, сколько ролей мне нужно выполнять одновременно. Если мы говорим про творческую составляющую, то, конечно же, хотелось бы встать на ноги как артист, потому что всегда изо дня в день кажется всего мало, всего недостаточно, хочется большего. Чего ждать твоим фанатам в этом году? Свободы. Моей творческой свободы. Необъятного количества красивых песен, которые ждут своего часа и вообще всего самого красивого от меня. В финале программы я попрошу тебя обратиться к себе в будущее. Можешь сказать какие-то напутственные слова или просто передать привет? Никогда этим не занимался, не знаю почему. Ну, вообще это здорово вообще разговаривать с вами с собой. Люди говорят, что те люди, которые разговаривают с вами с собой, немножко больные, но я считаю, что это наоборот очень классные люди. Акмаль, все, что было у тебя в прошлом, сделало тебя сильным сегодня. Поэтому всегда оставайся таким, каким ты являешься на самом деле. Не подпускай к себе близко никого. На первом месте у тебя всегда должен быть ты сам. Вот такие слова, пожалуй, я бы сказал себе через 10 лет. Спасибо тебе большое за интервью. Было очень приятно с тобой пообщаться. Взаимно. Спасибо тебе большое. А с вами была Лиза Азия и шоу «Сквозь время». Скоро увидимся. Пока. Сквозь время.